Книга «Открытым оком». Том 1. Вопрос 598. Тема «Деньги». Белоснежный храм, построенный на сбережение правительства и средства, поступившие от поклонников Ланги в Болгарии, близ города Петрич. Церковь носит имя Святой Петки Болгарской. 14 октября митрополит Натанаил осветил этот храм. События, прямо скажем, неординарные для православной церкви. Что вы на это скажете? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Второзаконие 23.18. Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред Господом Богом твоим. «Кавычки закрыты». Вот единственное ограничение, касающееся происхождения средств, поступающих на строительство храма и его содержание. Ванга, колдунья и ведьма. Для этого ограничения не подходит. Обратимся к опыту церкви. 14.18. Житие святого Харитона. 15.18. Захваченный разбойниками, связанный в пещере, он лежит один и видит, как ядовитая змея подползает к сосуду с вином, пьет вино и изблевывает вино обратно в сосуд. 16.18. Возвратившиеся после грабежа разгоряченные убийцы пьют это вино и умирают. 17.18. Все награбленное ими оказывается в руках праведника. 18.18. И на эти точащиеся кровью деньги он строит храм, обитель Харитона. 18.18. Так что же, быть собакой, ее цена, и заработать блудом грешнее и опаснее, чем быть служителем демонов, ведьмой и убийцей? 19.18. У святой Евдокии, как описывается в житиях святых, было огромное богатство, нажитое блудом. 20.18. Она никого не обидела, добывая эти сокровища. Напротив того, многим она доставила радость, но святой Герман, через которого она обратилась к Богу, сразу же предупредил ее, что эти деньги для храма непригодны, и она раздала их всем нуждающимся. 21.18. Согласно этих данных, митрополит Натанаил ни в чем не погрешил против канона. 22.18. Нам неизвестно, раскаялась ли Ванга в своих делах и будет ли ей от этого храма польза. 23. Не нам, не нам, но имени Твоему Господи дай славу.